Теперь ложимся спать. Завтра попробую тальцы пробить, а об этом вам расскажем. Вот, на маршрутке приехали мы татальцев, татальцов, не знаю как правильно. Сейчас пойдем в музей архитектурно-этнографический. Красота, погода. Так, это у нас зимнее стойбище Тафаларов, народности, проживавшие на территории Иркутской области, кочевники. А это уже эвенкийское стойбище, осенне-зимнее. Древние захоронения эвенков. Сначала они были вот такими, потом они стали срубы укладывать покойников умерших вместе со всем оборудованием охотничьим. Олени жертвенного приносили. А потом, когда уже наладились отношения с русскими, торговые, когда повелись лопаты, стали прикапывать. Вот такие вот делают надгруги. С крестами. Охотничистан. Избушка такая для зимовья. Лабаз для хранения припасов. И лава, так называемая. Это вот стол с лавками. А это уже селение русских сибиряков. Лабаз для хранения припасов. Лабаз для хранения припасов. Лабаз для хранения. Каскад мельниц. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Через Кавказские края Скагалу садиком зеленым кольцом листело на руке. Скагалу садиком зеленым кольцом листело на руке. Кольцо казачка подарила. Казак ушел в поход. Она дарила, говорила, что через год буду твоя. Она дарила, говорила, что через год буду твоя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бурятский улус. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Музей, тайцы, сошли в трактир, взяли по сбитню. Безалкогольный. Позы и пирожки. Пирожки за 5 рублей, порция поз 90 и избитель 50 рублей. Сейчас будем это кушать. Итак, друзья, вот этот замечательный трактир. Цены весьма себе хорошие. Бюджетные, можно сказать. А позы очень классные. Позы вообще понравились. Так что будьте в кольцах. Заходите, не пожалеете. Ну вот, друзья, и посетили мы музей Тальцы. Музей очень крутой. Провели здесь 5 часов. Находились, насмотрелись. Очень круто. Так что если будете в листвянке, не пожалейте времени. Денег, клиенте, посмотрите. В принципе, очень круто. И познавательно. Итак, друзья, проехали мы от Тальцов до листвянки. Снова на маршрутке, снова за 80 рублей. И пришли, как и вчера, в кафе Ольга. Я снова взял шурпу с бараниной. Так, у Насти солянка, шашлык. Я взял шалуху. Ну и пиво. Все, кушаем. Сколько нам это обошлось? По 740 рублей. Вот такой вот обед. Ну что, друзья, по классике, шавуха. Вот такая вот. Весьма неплохая. Вкусная, остренькая. Ну, как бы, капуста. Зачем-то непонятного. Но ее там не так много, поэтому можно пожрать. Весьма неплохо. Всем советую. Не наша, конечно, питерская, но пойдет. Ну вот, мы откушали в этой кафе Ольга. Как всегда, все было круто. Шурпа огонь. Мяса бараниной много. Очень понравилось. Ну, шашлык, как всегда. Как шашлык, так все. Ну, обычный, нормальный, средний. Не брызг, не вауни. Вот, видите, вот окна у нас из номера. Взялись сегодня попробовать еще хариуса. Горячего копчения. Вот будем сегодня дегустировать еще хариуса. Потому что мы уже омуля всякого перепробовали. А, и омуля сушеного взяли к пиву. Вот еще. Сушеного омуля мы не ели. И хариуса. Так что вот, будем сегодня дегустировать. Расскажем. Ну что, друзья, финальное видео сегодняшнего дня. С утра мы сходили на почту. Кстати, забыл я вам это сказать. И отправили домой родителям открытки с Байкала. Вот. И отправили на область. В Янигу. Родителям где они сейчас проживают. Так что посмотрим, за сколько она дойдет из Листвянки. Так вот, потом поехали в Тольцы. Там очень круто. Проверили 5 часов. Приехали обратно в Ольгу. Покушали. Взяли омуля соленого. И хариуса. Кстати, насчет хариуса и омуля соленого. Сушеного, точнее. Что-то мы взяли пересоленого. Что хариус был пересоленый, что омуль сушеный был соленый слишком. Поэтому вкуса я так и не понял. Нужно будет попробовать хариуса у другой женщины, у проверенного продавца. И уже сказать по поводу хариуса. Ну вот, все. Субтитры поддержал DimaTorzok Субтитры подогнал DimaTorzok Продолжение следует...